Доброе оранжевое утро всем! Всем здравствуйте! Анастасия Феевилова, Евгения Чурилин приветствуют вас! Да, будем разговаривать сегодня о экологичном Новосибирске. У нас в гостях Ульяна Артамонова и Наталья Соловьева. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Такие красивые девушки организовали целый форум. Расскажите, пожалуйста, что это за форум, когда он пройдет, когда нужно готовиться покупать авоськи и идти к вам? Форум экологический. Форум пройдет в ГПНТБ СОРАН 27 февраля с 10.30 до 6 вечера, но пройдет он в двух форматах. Один будет онлайн, один офлайн. Также можно будет зайти на наш YouTube-канал ПЧЕЛА НИЖНЕЕ ПОЧЕРКИВАНИЕ РУ и все посмотреть в онлайне. Ульяна Артамонова, президент общества охраны окружающей среды пчела. Ее деятельность началась три года назад, с обычного субботника, на который пришло невероятно большое количество желающих помочь природе. Стало понятно, дело нужное, будем развивать. Какие основные вопросы будут обсуждаться на форуме? Вопросов у нас достаточно много. Это разумное потребление, это различные вопросы нашего города, это любовь к природе, это сортировка отходов, это забота о животных, это пожары лесные, загрязнение воздуха, рек, озер и многое другое. И многое другое. Ну, в принципе, все экологично, все правильно. Хорошо, тогда вот по поводу животных. Услышал я, поэтому мне все равно интересно. Будут ли животные на форуме, ты хотел спросить. Будут ли животные на форуме, и будете ли вы рассказывать, как нужно с ними бороться? Нужно ли за ними ухаживать, за собачками, ну вот, например, с пакетиками бегать и так далее? Представляете, у нас будут животные, действительно, реальные животные. У нас есть такая база реабилитации диких животных, они придут к нам с дикими животными. У нас есть база. Лиса, волк, медведь. Это будут птицы, это будут змеи, вот, можно будет даже к ним прикоснуться. Они не кусаются, они замечательные, добрые животные. А какую роль они будут выполнять на мероприятии? Присутствовать. Они будут присутствовать. Слушать, задавать вопросы. Дискуссировать между собой, да? У них будет свое такое пространство, стульчики, там, столики. Главное, сова будет сидеть. Пара собак придет. Да, да, да. Парочка собак все-таки будет. Мы доступны для всех, и для людей, и для животных. Не, ну вот правда все равно, ну скажите, нужно ли вот таким образом ухаживать за собственным питомцем, когда ты гуляешь с ним на улице? У нас питомец есть, например, у Наталья. Наталья, нужно ухаживать за питомцем? Обязательно нужно ухаживать, а прежде чем ухаживать за своим питомцем, нужно понять, зачем вы его заводите. Очень много из-за того, что детки хотят, родители идут им навстречу, а потом у нас достаточно большое количество животных в приютах. Наталья Соловьева, директор по развитию общества окружающей среды «Пчела». Вслед за друзьями начала участвовать в акциях по защите природы. В течение двух лет не пропустила ни одного мероприятия. А по итогу 2020 года Наталья получила кубок лидера волонтерского движения «Наш пчел». В общем, несколько раз нужно отмерить, прежде чем… Отрезать. Это как раз-таки касаемо животных. Все верно говорите. Ладно, в приютах бывает такое, что и по дворам ходят собаки. Ладно, хорошо. Тогда такой вопрос. Смотрите, так как все-таки форум находится в Новосибирске и называется он «Экологичный Новосибирск», будут ли обсуждаться экологическая атмосфера, например, в близлежащих городах, не знаю, там, в Красноярске, в Москве, или только про Новосибирск будем разговаривать? Конечно, затронем эти вопросы. У нас будут даже спикеры из других городов, которые поднимут важные, интересные темы. Их можно будет послушать. Это будут и депутаты Госдумы, и знаменитые личности, и блогеры, которые неравнодушны к экологии, и им есть вам что рассказать. Кстати, вот про экологию в Новосибирске как вы оцениваете, девушки? Все зависит от какого-то частного случая, то есть нельзя сказать в общем, надо посмотреть на какие-то… У нас есть огромные плюсы, у нас есть огромное количество положительных моментов, есть и свои минусы, над которыми нужно работать. А какие минусы, если не секрет? Различные. Над сортировкой отходов надо этот сектор развивать, надо улучшать инфраструктуру, привлекать больше людей к этому, образовывать. Экологическое образование. Мы зачем создали этот форум? Потому что считаем, что, по нашему мнению, оно страдает, а все начинается с образования. То есть мы хотим, чтобы оно повышалось, и тогда ситуация тоже будет улучшаться. То есть если хочешь что-то улучшить, начни с себя. Начни с себя, да, все верно. 100%. Хорошо. Отлично. Тогда такой вопрос. А есть ли у, ну скажем так, у экологов, да, у этой ситуации какой-то, не знаю, рейтинг городов, например, по экологической ситуации внутри? Ну, не знаю, там, таблица какая-то, там, первенство или еще что-то. Ну, вот как численность, да? Наталья, вы работаете с онлайн-площадками, вы наверняка сейчас ответите на этот вопрос. Да, экологичный вопрос, он всегда неоднозначный. Здесь необходимо сферу рассматривать. Поэтому если уж мы будем делать баллы, так сказать, то тогда за какую сферу, да? Где-то у нас, например, в Москве и Питере уже очень большой процент людей, которые действительно сортируют мусор. Уже очень много компаний, которые привозят и забирают это, да, облегчая. У нас здесь чуть меньше, у нас хотя бы баки, если стоят раздельные, да, потребители уже проще, не нужно по всему городу ездить и искать. Но если мы коснемся каких-то других вопросов, там тоже все будет неоднозначно и нужно смотреть. Понятно, то есть все-таки более направленно? Более направленно, конечно. Экология, она же, это широкий спектр, это наука, которая изучает много всего. Поэтому нельзя сказать, что вот, вот обо всем и сразу. Ну да, но все-таки мне ужасно интересно, на самом деле вот так вот по прогнозам, ну, понятное дело, хотя бы по Новосибирску, да, просто посмотрим. По прогнозам, в Новосибирске все-таки благоприятная атмосфера или, ну, понятное дело, что ее можно изменить к лучшему, или все-таки, ну, как бы уже... Еще пока шатковалка, да? Да, шатковалка. Назовем ее неплохой. Неплохой. Назовем ее неплохой. Бывает и хуже, да? Много активистов, много желающих помогать, много разумных граждан, много проектов. Власти тоже работают над этим вопросом, поэтому назовем это неплохой. Тем более мы находимся в стороне, у нас не так много производств, заводов, поэтому мы отчасти многим защищены. Если облететь сверху наш город, у нас огромное количество леса вокруг. Мы вокруг лесом. Лес полоса большая, да? Да, лесом. У нас много водных ресурсов, поэтому мы богаты природой, нам есть чем гордиться. Давайте вернемся к форуму. Я знаю, что там вот очень много плюшек. Не в прямом смысле. Программа форума, да, программа форума. Что такого еще интересного, помимо образовательного процесса и дискуссий? Да, чтобы приготовили прям грандиозную, развлекательную часть. И там могут быть и дети, и взрослые, все верно. Все. И собаки, и кошки. Раскрой на шарюшке. Да. Мы приготовили фильмы. Фильмы, естественно, про экологию, но подача будет достаточно легкая. Каждый сможет сделать свои выводы и это обсудить после фильма. Поделиться увиденным и своими мыслями. У нас будет очень много мастер-классов. 21 мастер-класс. Например, какие? Что будем делать? Мы будем делать шоперы, будем делать... А шоперы, это что, простите? Это сумка. А, сумка. Сумка, да. Бегать по магазинам с сумкой. Вот. Вы можете ее купить, а можете сделать. Это тоже экологичнее, да, использовать уже то, что у вас есть. То есть это овозка, да, как мы называем? Это овозка, да, как вы называете, да. Здорово. Хорошо. Еще что такого интересного будет? Интересного мы рассмотрим мусор с разных сторон. Сможем понять, что это ресурс, наш ресурс, и что с ним можно делать. Вы увидите интересные всякие поделки краснокнижных растений, поучаствуете в квесте, пройдете точки, испытания. А испытания на чем будут завязаны, если не секрет? На прочность. На прочность. Да, я шучу. Будем, например, одно испытание, надо переплавить там стеклянную бутылку, условно говоря, прилетить ее из одной в другую, нет? Нет, бутылки плавить не будем, но будем делать много всего другого интересного. Вот. И на этих точках, в основном, они, конечно, будут образовательные, но прежде всего и развлекательные, потому что, чтобы людям было интересно, все это должно быть в легкой такой форме. Сейчас заденусь за самое живое. А правда ли, что мусор достаточно просто сжигать, и все будет хорошо? Нет, не надо мусор сжигать. Это ресурс, сжигание, это полное уничтожение ресурсов. Это же запах, потому что. Сохраняйте. И выбросы, да, в атмосферу. Выбросы самые лучшие. Да. Хорошо. А сколько раз, например, ну, мне просто чисто интересно, можно переработать ту же самую пластиковую бутылку? Потому что сейчас везде пластик, галимый, полиэтилен и так далее. Сколько раз вот можно его переработать? До того момента, пока он, не знаю, не потеряет структуру. Да, действительно, важный момент такой затронули. То есть у каждого ресурса все равно есть свой предел, да, когда он истощается, истощается, истощается. Сложно ответить прямо вот так на такой вопрос, потому что все зависит от того, из какого материала изготовлено. Есть материалы, которых вообще цикл бесконечен. Например, стекло. Стекло можно бесконечное количество раз перерабатывать, и оно не утрачивает свои свойства. Вот. Но, например, пластик, и все зависит... Пластик много типов. Все зависит от типа пластика, и вот тогда, можно сказать, рассмотреть. Поэтому вам нужен еще сейчас специалист по пластическим массам, который четко ответит на ваш вопрос. Расскажет про структуру пластика, да? Да, мы как раз определились со следующим гостем на программе «Ранчевый». Надо пригласить такого человека. Нужно начинать что-то делать, Евгений. Обязательно. Вот, кстати, все-таки вопрос. То есть обычный житель города Новосибирска способен повлиять на изменение экологической атмосферы. Правильно я понимаю? Конечно. И прямо на форуме. Достаточно, наверное, просто быть немного ответственным, сортировкой мусора заниматься, да? И тогда будет все хорошо. И посетить форум. Это обязательно. Дорогие друзья. И переключаться. Да, мы вас в первую очередь обязательно приглашаем принять участие в этом форуме, тем более, что будет два формата, онлайн, офлайн, какой вам удобнее. И, конечно, не отключайтесь. Сейчас, друзья, будет небольшой информационный блог, после которого вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Доброе утро всем тем, кто только что включил программу «Оранжевого утра», вы присоединяетесь. Да, мы сегодня продолжаем разговаривать про экологию города Новосибирска. У нас в гостях Ульяна Артамонова и Наталья Соловьева. Вы сказали, упомянули, что будут блогеры. Скажите, какую роль играют блогеры, помогают ли они вам или хайпуют на этой теме? Ну, все зависит от блогера, то есть у нас все по душе. У вас есть свои проверенные, которые вы знаете, что он нам поможет? Есть, кто в нашей теме, есть, кто нас поддерживает, их достаточно много. Опять же, я тоже блогер. Это сейчас мотно, да, согласен. Хорошо, вот знаете, на самом деле в программе указано о том, что этот форум, он общественный и за счет средств общественности. Так вот вопрос, что это за общественность такая интересная? Это не знаю, такие, не... Ну, то есть привлекаются, да, все-таки фонды, как я понимаю? Это заинтересованные в экологии личности. То есть это могут быть и представители бизнеса, и обычные люди, которые хотят помочь. То есть если я, например, просто шел-шел, смотрю форум, о, прикольно, я хочу принять непосредственно участие, да, и стать еще и партнером, это сделать очень легко. Конечно, к нам можно обратиться, подключиться к нам и помочь. Чем сможешь? Ну, это уж естественно. Все, то есть мы никому не имеем никаких требований. Хорошо, скажите, как обычный человек, я же не задумываюсь, какой сложнее переработать продукт, какой там легче, да, и так далее, какой действительно там суперэкологичный. Я просто вот не задумываюсь, собрал и, как говорится, выбросил. Так вот, какие виды отходов перерабатываются дольше всего? Дольше всего какие виды отходов перерабатываются? Так, Наталья, какие у нас дольше? Ну, я слышал, что батарейки – это вообще что-то сложное. Да, батарейки. Да, да, дольше всего, конечно, композитные материалы перерабатываются, которые сначала нужно разделить на фракции, а потом переработать. То есть к ним нужно быть предельно внимательным? Да. Внимателем, да, и у нас еще очень много полигонов, да, куда свозится мусор. Нужно понимать, что туда скидывается все, и в том числе мы говорим, что яблоко мы выбросили и его съели, но если это яблоко попало на полигон, то все вместе, все, что туда попало, это в разы увеличивает. Это уже опасная вредоносная масса, потому что, например, воспламенение наших свалок, например, происходит как раз из-за нашей органики, из-за нашего якобы безопасного яблочка, которое мы туда выбросили. То есть это химическая реакция. При смешении получается, возможно, что что-то горит. Выделяет газ. Органика когда разлагается, он выделяет газ, который способен воспламеняться. Поэтому прежде всего нам нужно начать отделять органику, чтобы наши другие все фракции не портились за счет органики. Сейчас у нас все это вот в такой массе, отделить оттуда пластик и прочее практически невозможно. А есть ли шанс, ну просто я как человек, я верю всегда в лучшее, есть ли шанс того, что свалки действительно сократятся, как-то это вот можно будет попробовать совсем свести на нет? Или все-таки не получится так сделать? Конечно, есть шанс. Только надо, чтобы все структуры были в этом заинтересованы. Органы власти, бизнес, который выпускает эту упаковку, потребители, которые должны ее не брать, даже если эти бизнесмены ее выпускают, и власти, которые должны этому всему поспособствовать. То есть если вот это все будет работать вот в такой, в тандеме, и ученые, которые будут разрабатывать новые безопасные упаковки, то действительно мы избавимся от этих свалок. И плюс нам нужны еще заводы мусороперерабатывающие, которые мы так все ждем. Они должны нужны, да. Есть предпосылки, да, к тому, что они вот-вот скоро уже начнут появляться? Все-таки люди же неравнодушны к этому? Надеемся и верим. Так же, как и вы. У меня вопрос. Вы продвигаете продвиженцы, и как вы сами помогаете нашему городу стать чище? Ваши лайфхаки? Что вы делаете дома? Или, может быть, вы установили у себя все места какие-то, у вас есть установки, законы. Как вы помогаете нашему городу? Да, мы все сортируем отходы. Мы ежегодно, уже третий год или четвертый год подряд, выходим и убираем берега. Пробуем субботники. А, вот эти вот благотворительные акции, я слышал о них, да, даже, по-моему, в одном из них когда-то очень давно принимал участие. Запросто. Поэтому мы всех приглашаем, это очень весело. Я слышала, что еще можно мыть посуду, то же самое молоко, кивир закончится с полосной баночкой. Да, вот мы сейчас затронули тему, что это все вода, вода, это тоже ресурсы, это употребление, поэтому мы рекомендуем все-таки посудомойку загружать и ополазать. То есть все баночки, скляночки можно загрузить? Конечно, да. Надо относиться ко всему более экономично, и к электричеству, и к воде, и ко всем остальным ресурсам, и к нашим покупкам неразумным. То есть стараться минимизировать, стараться относиться ко всему бережно. Итак, еще раз хочется подрезюмировать вашу задачу, форму, которая состоится 27 февраля. Продвинуть бережное отношение к природе, любовь к себе, любовь к окружающим, сортировка отходов и все, что с этим связано. И чтобы единомышленников у вас стало гораздо больше. Да, мы же пчела организация, надо как можно больше пчел. Чем нас будет больше... Трудяжек, трудяжек. Чем нас будет больше пчел, тем всем будет слаще, лучше. Пчела она какая? Она самая полезная. Да. Всем от нее хорошо, всем сладко, всем прекрасно, экосистеме, и человеку, и животным, и растениям. Всем от нее хорошо. А что будет сладенького, кстати? Сейчас заговорили про сладенького, моего самолюбимого. Вот если сейчас скажете, что будет что-то вкусное, да, у вас будет плюс один человек, может быть, плюс два, не знаю, посмотрим, смотря что. Например, за вторсырье мы всем будем давать яблочки. Яблочки. Да, а еще первые 250 пришедших получат у нас кормушечки для птиц. А еще у нас будет много различных подарочков, призов, розыгрышей. Поэтому все уйдут довольны, счастливы, и в прошлом году так именно и было. С этого и нужно было начинать, друзья. Если вы хотите яблочки. Пожалуйста. Много подарков. Там еще будут черви, правда. Вы рассказывали как-то, что... Как... Затронем. Вермиферма. Вермиферма. Да. Это вермиферма, расскажите коротко о ней, что это за такая штука. Да. Что за штука вермиферма? Хочешь себе? Конечно. Я вот компостирую, поэтому я наблюдаю эту ферму каждый день, когда этот мусор отношу в компост. А вот Ульяна расскажет про специальных червей. Да, есть такие специальные червя, которые съедают органику. То есть наши органические отходы. От чистки сяки, от картошки, от всего подряд. Можно скидывать туда червякам и салфеточки. Они все это съедят и переработают. Подождите, подождите. То есть я беру, прихожу к вам на форум, беру этого червячка, кидаю себе его в мусорный пакет. Утром я просыпаюсь, там такой червь, такой, доброго, крошка, все нормально, можешь идти на работу. Все верно? Я все переработал, все знаю, я справился. Что-то вроде того. Нет, это специальный такой, как аквариум, и в нем заводишь ты червяков. Это практически как аквариум, только с червячками. Нет, кстати, увлекательно. Я слышал аквариумы с муравьями, а тут... А можно Женьку просто завести? Вот все дома, яблочки, бананчики, шаурмичку. Все выедаем. Все аккуратненько. Нет, я все, у меня общество чистых тарелок, я стараюсь. Минимум отходов. Это тоже важно, кстати. Да, да, действительно, это тоже очень важный вопрос. Вот, еще есть один очень интересный вопрос. Смотрите, если, например, вот просто вот сейчас метод от противного я его называю, если сейчас просто каждый гражданин, например, ну скажет, ну и бог с ним, оно и так все. Да мне не до этого. Как вы думаете, насколько быстро мы окажемся с вами, будем жить, буквально говоря, на свалке? Это самый популярный вопрос. Мы уже на свалке. Уже? Уже на свалке, да. Да, на самом деле, даже если тебе некогда, но так как у нас образовательные, да, и детки, они более такие, скажем, разумные, у них очень много свободного времени в том числе, и они более открытые, поэтому им не составляет труда уже начинать это делать сегодня. Жень, а что ты сегодня начнешь делать, скажи, вот правда, сейчас? Не как обычно ты всем гостям говоришь, ой, все, точно сегодня пойду на борде кататься, ой, пойду стоматологии, зубы там, на гиги. Вот что ты начнешь делать? Я попробую переосмыслить свое мышление и начать заниматься сортировкой мусора. А я знаете, что сделаю? Обещаю вам, что я сегодня, нет, может быть, завтра куплю овойску. Правда, вы меня так заинпряговали, я очень хочу себе свою личную фирменную сумочку. Приходите к нам на форум по участию в мастер-классе и сделайте своими руками. Форум состоится 27 февраля. Да, обязательно. Друзья, мы всех, естественно, приглашаем. Ну и так, тоже с легкостью немного подрезюмируя, нужно прийти на форум для того, чтобы просто понять, что такое экология и уже дальше изменить свое отношение к ним. Приобщиться, весело провести время 27 февраля с 10.30 до 6 вечера. ГПНТ Босс Уран, а также ютуб-канал Пчела Нижнее Подчеркивание РУ. Все будем. Друзья, у нас сегодня в гостях Ульяна Артамонова, Наталья Соловьева. Спасибо вам большое. Пока-пока. Спасибо.